Жители рабочего поселка Новоспасское, крупнейшего райцентра Ульяновской области, отметили преображение Господня. В этот день сельский храм праздновал свое престольное торжество. Глава Симбирской митрополии возглавлял в Преображенской церкви богослужение и осветил поклонный крест на месте будущего мемориального комплекса. Обо всем по порядку в следующем материале. В ходе богослужения вспоминались удивительные события, произошедшие на горе Фавор. Господь наш и Спаситель со своими учениками поднялся на ее вершину и чудесным образом преобразился, являя свою божественную славу. В своем архипастерском слове владыка Иосиф призвал и нас с вами преображать свои души, неся в земной жизни подвиг очищения от всего нечистого и греховного. Вот этот труд по очищению души, он должен быть постоянным. И этот труд способен преобразить человеческую душу так, что она уже здесь, живя на земле, еще не перейдя в вечность, уже станет созерцать сияющий в душе присносущный Христов свет. Тот самый свет, который сиял перед очами святых учеников и апостолов на вершине горы Фаворской. В день престольного торжества преображенского храма села Новоспаское несколько мирян были награждены. Патриаршую медаль в память тысячелетия представления святого равноапостольного великого князя Владимира и епархиальную медаль святого блаженного Андрея, симбирского чудотворца первой и второй степеней, митрополит Иосиф вручил людям, которые вносят свою лепту в развитие церковной жизни, в благоустройство родного храма и его территории. Было много проделано работы с руководителями предприятий, с простыми жителями. И вы знаете, что интересно? Ведь откликнулись буквально все. И тогда, я помню, мы проводили аукцион, мы собрали больше миллиона рублей. Это была громаднейшая, огромная сумма по тем временам. Представьте себе, 15 лет тому назад это только храм уже открылся, а строить-то его начали гораздо раньше. Забота об этом святом храме чувствуется во всем, начиная с ухоженной, утопающей в цветах и зелени территории, затейливо украшенной в деревенском стиле, внимательный к своей пастве, вдохновляющий и наставляющий отец Петр. Особое внимание уделяет духовному воспитанию детей. На приходе большой опыт работы воскресной школы, в которой до пандемии коронавируса насчитывалось более 200 воспитанников, молодежно-семейного клуба и других проектов. За время своего существования храм преображения Господня стал центром духовной жизни села Новоспаское и его украшением. Вскоре здесь появится еще одно духовное место. Недавно началась реализация уникального в своем роде проекта. Митрополит Иосиф посетил место, где в скором времени будет сооружен мемориальный комплекс. Здесь, на сельском кладбище, в прошлом году был возведен храм святой мученицы Татьяны. Он станет духовным центром этого мемориала, задуманного в память о ветеранах Великой Отечественной войны, земляках, родных и близких, погребенных здесь. Сквер украсят зеленые насаждения, оригинальная беседка, тротуары, скульптурные композиции. Огромный памятный поклонный крест станет одним из главных составляющих мемориала. Благословляйтесь, освящайте с нами Есио Крестное. Благодательность, педагоги, пожарные прописки, освященные. Владыка Иосиф совершил чин освящения поклонного креста и ознакомился с идеями авторов будущего мемориального комплекса. Наталья Шуплецова, Владислав Фролов, Симбирская митрополия.